А у меня такое ощущение, что, вы знаете, такая инсценированная ситуация происходит на Ближнем Востоке, вот все эти конфликты в Афганистане, в Сирии, тем более, вот такое ощущение, что два года там американцы, американцы, они ждали как бы разрешения этого конфликта, и пока они друг друга там долбали на одинаковом уровне приблизительно, освобождая и завоевывая одни и те же территории, и в конце концов себя убивали и ослабляли, их это все устраивало. И как только одна сторона начинает побеждать, им как будто бы выгодно поддерживать этот конфликт дальше, ослаблять ту побеждающую сторону. Мне кажется, вообще тактика именно такая избрана. Мне кажется, настолько ослабить вот эти вот движения, движения на Ближнем Востоке, такое ощущение, что вообще обычный ислам стравливают с радикальным исламом, противопоставляют какими-то искусственными вещами. Вот честно вам скажу, когда вы говорите, что мы уже вне опасности такой Третьей мировой войны между разными, так скажем, цивилизациями, я бы не стал вот так на самом деле говорить. Почему? Потому что вот мне так кажется, вот то, что происходит на Ближнем Востоке, оно в том числе направлено в какой-то мере американцами именно на управление этих процессов. То есть пусть они, да, ну как колониальная политика, пусть они переубивают друг друга. Перебивают друг друга, ослабят, а потом мы их просто возьмем теплыми. Придем туда даже не как там победители, а освободители, как принесем помощь там, хлеб, воду вам, но вы уже будете не те. Вам нечего будет нам противопоставить. Вот у меня иногда такое ощущение, но это мое личное ощущение. Мне кажется... 60... Андрей, сейчас секундочку, я хотел просто принять звонок, напомнить наш телефон 6510996. «Боитесь ли вы терроризма? Ждете ли вы терактов в ближайшее время где-то вокруг себя?» Евдокия на линии. Алло. Да. Вы меня слушаете? Да, слышим. Значит так, среди вас есть востоковеды? Есть ли среди нас востоковеды? Да. Ну давайте, да, скажем... Видимо, видимо, а среди нас тех, а вы, Евдокия, востоковед? Я больше востоковед. Если вы хотите нам что-то сообщить больше, да, сообщите нам просто. Была глупая наша политика еще до Ельцина. Первая лекция на ИСФАКе Московского университета по истории Востока была такая, что в 19-м году, когда видели афганцы-европейцы, они тут же плевали. И после этого мы вводим войска в Афганистан. Это первое. Второе. Нужно быть полным идиотом, как Ельцин, который без образования, который послал наших этих самых мусульман, мусульманскую академию в Александрию. И третье. Я три года подряд была в командировке в Чечне. Это были 80-е годы к концу. И когда я сюда приехала, я там с МВДшниками говорила, я говорю, что там делается, там будет взрыв. Мне говорили, не порти себе нервы, ты ничего сделать не можешь. Понятно. Ну вот видите, не послушали Евдокию в свое время, наши руководители, и вот каким это обвальным последствиям привело, собственно, и Афганистан, и Чечня. Не в Академию в Александрии, а все-таки в университет Алясхар, наверное, исламский, в Каире. Ну да, но тем не менее, проблематизировало, да, заставило задуматься нас, позвонившая Евдокия. Напомню, телефон наш студийный 6510996. Боитесь ли вы терроризма? Ждете ли вы терактов? Мы пока уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня, поскольку у нас 11 сентября, говорим сегодня о терроризме. Возросла ли мировая террористическая угроза за последние 12 лет, с 11 сентября 2001 года? Возросла ли террористическая угроза в России? У нас в гостях Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Екатерина Степанова, ведущий научный сотрудник ММО, и Андрей Солдатов, главный редактор сайта «Агентура.ру». Телефон наш студийный 651099,6. Код Москвы 495. Боитесь ли вы терроризма? Ждете ли вы терактов? 651099,6. Ну вот давайте о России поговорим. Мы уже достаточно много. О Кавказе. Говорили. Ну вот о том, как наше общество относится к терроризму. Потому что, ну не знаю, сравнивая с американцами, то, что произошло с американским обществом, те какие-то глубокие психологические перестройки, которые там происходили после 11 сентября, и, соответственно, институциональные, и то, что был вот этот Patriot Act принят, и то, что министерство было организовано. И, в общем-то, такая с широким фронтом пошла борьба с терроризмом. У нас, я не вижу, ну не то, что даже сейчас институтов, я о ней говорю, а вот в общественном сознании вот как-то не прописано то, что возможен терроризм, что может быть терроризм. У нас как вот, я не знаю, рванет где-то люди так, перекрестятся, и дальше идут своей обычной жизнью. Это может быть российское такое? Да нет, это абсолютно, мне кажется, обычная вещь. Но я, честно говоря, не совсем уверен, что это плохо. Потому что проблема заключается в том, что государство обычно и спецслужбы любят эксплуатировать вот это чувство истерии, которое возникает после терактов, нажимая на одну и ту же болезненную, в общем, вещь. Они начинают призывать к поддительности. Они внедряют в шкалу угроз, например, вслед за США, и у нас сейчас есть шкала террористической угрозы. На самом деле эта шкала обращена прежде всего на население, потому что спецслужбы имеют возможность обмениваться информацией о том, насколько растет угроза по своим каналам. И это, мне кажется, крайне опасно, потому что обычного человека, который совершенно не обучен определять, что является угрозой, а что не является угрозой, призывает быть бдительным и предлагает ему сообщать о подозрительных фактах и о подозрительном поведении людей, которые ходят мимо него. И, к сожалению, это во многих случаях приводит просто к тому, что спецслужбы оказываются просто затоплены ложными сообщениями о соседях, которые неправильно себя ведут, о незнакомце, который прошел про улицы и выглядел странным и так далее. В общем, это повышает градус истерии, но это совершенно никак не влияет и не помогает предотвращению терактов. Ну или, скажем, корреляция такая, что это очень мало помогает, а то, что это, в общем, меняет общество в худшую сторону и рождает подозрительность и ксенофобию, это совершенно точно. Но с другой стороны, все-таки я хочу сказать, что какое-то участие общества в борьбе с терроризмом необходимо. Вот я, скажем, смотрю на Израиль, ну, не каждый, я не думаю, что найдется страна, которая хотела бы быть, так сказать, такой вот. Мы не можем сравнивать Израиль с другими странами, потому что Израиль все прошли войну. Исклюзивно. У нас все подготовлены страна. Надо все сравнить, я здесь полностью не согласен. И более того, хочу сравнить, как американцы прореагировали на то, что у них произошло 12 лет назад, и как мы реагируем. К сожалению, то, что в Америке происходит, я могу только по телевизору смотреть, но вы знаете, вот два года назад, когда у них было десятилетие, я был по-хорошему шокирован, я изменил вообще мнение Америки. Когда по Евроньюсу другим каналам передавали целый день, какие они мероприятия проводили, как они их проводили, вот в память о тех трагических событиях. Для них это сплочение нации. Знаете, что у нас происходит? Я несколько раз участвовал в съемках фильма, ну, по крайней мере, тех мероприятий, где участвовал я и мои боевые товарищи, там, Буденск, Нордост. И знаете, находим там горячие головы, телеканал, который вкладывает деньги, а потом, знаете, вот на утро в день раздается звонок, звонит редактор и говорит, Алексей, извини, не поставим на, там, на второй лиге телеканале твой фильм. Почему? Задача людей не пужать, людям настроение не портить, пусть все забывается. Вот, я могу сказать, там, Нордост 10 лет, когда было, средства массовой информации только после обеда стали раскачиваться. И то уже, почему они не могут не раскачиваться? Интернет начинает гудеть. А вот все первые новостные каналы, все молчат. Такая политика, что все везде забылось. Я вот просто уверен, что без помощи населения с нашим местным терроризмом, силовым, нашим структурам полностью не справятся. Вы знаете, человек так устроен, вот мы едем по дороге, видим аварии, видим, трупы лежат, да, мы чуть-чуть испугались, бросили там скорость. И в зависимости от вашего темперамента, кто через 15 минут, кто через полчаса, нажал на гашетку и меняет скорость, и едет и говорит, со мной это не случится. Мы так все устроены, такая наша психика. И здесь хотите, вы не хотите, так оно и будет. Но вот я вам могу сказать, что наша власть, она совершенно по-другому относится, нежели американцы. И я допущение такое делаю, чисто вот, ну, свое, интуитивное. И может быть, и успехи у них в борьбе с терроризмом намного выше, чем наши, потому что они по-другому все это делают. Вот я согласен абсолютно с Алексеем, там как-то вот все это серьезнее воспринималось. себе в пользу обращают. И слушайте, но мы же не можем сравнивать террористическую угрозу Америки и возможность создания безопасного режима в Америке с Россией. Мне кажется, просто такое сравнение не влезет. А почему нет, Андрей? Потому что... Когда я не знаю, вспомнить Домодедово. А что, а те, что ли, это проблемы? Да, конечно, потому что существует, террористы могут приплыть в Америку или на корабле, или прилететь на самолете, или прийти к границе с Мексикой и Канадой. Все. В России существует своя горячая точка. Огромный регион, который объят постоянной активностью боевиков. Это абсолютно несравнимые ситуации. Точно так же, как, например, Британия не может обеспечить безопасность. Точно так же, как... Ехал в Минеральные Воды. Просто зачем сравнивать? Случайным образом его один постовой... Тормознолия. Он проехал уже 10 постов. Он до Москвы доехал, да. И спокойно ехал. Его случайно один постовой. Говорит, что-то я не понимаю. Давайте вернемся в Буденновск. Я, говорит, не понимаю. С Норд-Оссан, смотрите как. Целая армада армия. Это одна страна, конечно. Ну, в Америке это просто невозможно. Ну, кто там приедет? Из Техаса приедут в Нью-Йорк? Сереж, это совершенно разно. Можно заехать через Мексику. Можно еще один раз заехать. Это намного проще. Вернуться вот к вопросу твоему о том, что совсем вот у нас уже общество не обращает внимания на эту угрозу. Недавно был очень интересный опрос в ЦИОМ. Чего боится население? Вот угроза безопасности не с точки зрения государственных органов. Там у них у разных органов будут разные приоритеты, да? А с точки зрения населения. И там, да, терроризм не на первом месте, не на втором и на третьем. Но на четвертом. И, конечно, будет колоссальная разница в том, это житель маленького городка или деревенский житель. Конечно, для него это не угроза. Но, например, жители больших городов, они это в первую пятерку занесли. Уступает он вообще только, так сказать, боязни мигрантов и заселения России мигрантами и экологическим, болезни экологических катастроф. Но по тому, как население воспринимает его как угрозу, он, например, превосходит очень сильно, скажем, боязнь эпидемий, каких-то вот другие такие угрозы. Давно ли у нас боятся эпидемий. Но все-таки, вот он на четвертом месте. Я бы не сказала, что это совсем уж значит игнорирование этой угрозы. Это во-первых. А во-вторых, по вопросу хотела вот о противодействии терроризму. Что можно сравнивать, что нельзя сравнить. Секунду, Катя, вот я скажу один эпизод. Я прохожу много раз всяческие рамки с этими там массовые мероприятия, спортивные. Боже мой, как наша вот эти вот там милиция, полиция себя ведет. Да я что угодно пронесу. Ну мелочь вынул для вида ему из кармана, вынул какую-то рамку, запищал, и ключи вынимать лень. Запищала и запищала. Тебя там хлопнули по плечу, пошел дальше. Ни разу не видел бдительности. Ни на митингах, которые я ходил, ни на спортивные мероприятия, ничего. Чисто формально. Человек выложил мобильник, все, проходи. Что самое ужасное, ведь теракт не становится менее масштабным или забирает меньше жертв, если смертник подорвется до рамок. Что, собственно, произошло в Тушино, когда девушка просто не дошла до рамок, взорвалась. Иногда это спасает определенное качество жизни, когда, например, на Рижской, вы помните, она же шла в метро. Она хотела взорваться в метро, но увидев там визуально очень сильное присутствие милиции... На самом деле это не против профессионалов. На самом деле это против... Она поняла, что ее обязательно на нее обратят внимание. Она себя взорвала на улице. И по этому числу жертв там сколько? 12 человек? А не 150. Поэтому, ты знаешь, тут я бы не обобщала. Вот...